Девушки отдыхают Девушки отдыхают Первая жена не дождалась Ивана из армии. Вторая супруга семейной жизни предпочла карьеру. После двух неудачных браков зарекся жениться до 50 лет. Сейчас готов к новым отношениям. Иван – певец, шоумен и актер, владелец концертного агентства. Однажды для съемок в сериале набрал 100 килограммов, но уже их сбросил. Гордится взрослым сыном и хорошим преданным. Мечтает к 60 годам отказаться от шоу-бизнеса и переехать в свой дом на Кипре. Ивана никогда не заинтересуют карьеристки и светские тусовщицы. Его избранницей может стать домашняя женщина земной профессии, которая готова ждать его с гастролей, вкусно готовить и уметь создавать уют. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Снова рад вас видеть. Я также рад вас снова видеть. Это вам. Спасибо. Это вам. Спасибо. И это вам. Спасибо. Спасибо большое. Помним, помним, были вы у нас недавно. Вы боролись за сердце администратора Марию из Бурановских бабушек. Совершенно верно. А расстроились, что она вас не выбрала? Ну, не очень было приятно. Ну, конечно. Знаете, что мне приятно? То, что вы боролись за ровесницу. А сегодня вы так же понимаете, что девчонка не нужна, нужна зрелая женщина? Ну, конечно, должна быть зрелая женщина, уже, так сказать, с жизненным опытом определенным, соответствующим моему возрасту. Сколько мы лет? 51. Ну, и с каждой старой новости. Иван, вы первый раз женились рано, да, Армии? 18 лет. Что за нужда? Хотя я понимаю, нужда какая была в то время. А родители, это не сейчас, говорят, вы поживите сначала, ребята, а потом посмотрим. А тогда ноги же выдергивали за всякие вольности. Ну, и это тоже, и потом, конечно же, не только это. Я действительно влюбился в ее такие бесконечные, безумные, такие огромные у нее были глаза. Я безумно влюбился. Деток не родили, поэтому вас забрали в армию? Не, меня забрали довольно поздно. Я уже работал тогда в театре Маяковского артистом. То есть у него сын от второй жены, я так поняла. Сын взрослый. Ну, наверное, от второй жены. И что произошло? Она вам написала письмо, не дождалась? Да, она написала письмо, что у нее другой молодой человек. Как пережили? Очень тяжело переживала. Слушайте, а когда вернулись, не встречались, не выясняли? Мы встретились уже на разводе, потом она пыталась делить со мной имущество, я ей там все отдал, что мог. Ну, уже пришел с сердцем свободным. Да. Хорошо, Иван, и вот вы работаете себе в театре. Да. Пока однажды вас поклонница не встретила. Рассказывайте. Да, она стоит после спектакля, и такая вся очень красивая, и с цветочками, и влюбленная. Потом я ее еще несколько раз вижу после спектакля, она меня все время ждет. Ты же понимаешь, после спектакля, когда вот эмоции переполняет себя, конечно, такой мужчина стоит на сцене. Можно влюбиться. Вы сразу же пошли ее провожать? Я пошел ее провожать. Почти сразу женились? Пошел роман, я почти сразу женился. Очень серьезный, вдумчивый, ответственный. Создается такое впечатление. Она родила мне ребенка, она золотой человек, просто она ушла в бизнес. Мы сами, давайте мы сейчас будем делать выводы сами, золотой или бриллиантовый, хорошо? Нет, она родила мне сына, она мать моего сына. Памятник мы сейчас поставим всем женщинам, которые родили. Я ей благодарен. Хорошо, и родила она довольно быстро. Почему не согласилась сидеть с детем? Денег не хватало или карьеристка по природе? Ну, это еще такие советские времена, когда в театре мы зарабатывали копейки, я зарабатывал копейки. Надо зарплату не прожить? Она была студенткой университета, она закончила университет и поступила в аспирантуру, и начала параллельно заниматься бизнесом. Я хотел, чтобы она сидела с ребенком. Что интересно? Все время, ну хотя бы до трех лет, я ей говорил, хотя бы до трех лет, пока мы его в детский садик не отправимся. Иван, а родители помогали? Ваши ее? Ну так, периодически, да. Ну, жизнь была где? Да, было жилье. То есть ее не нужда погнала на работу, писать диссертацию, а просто ее собственные амбиции, да? Ну, вот она такая, да. У нее вот такая, она говорила мне, что она рождена под звездой, которая даст ей карьеру. Конечно, поэтому она и замуж вышла, как ей казалось, за звезду. И жизнь у нее будет вся малиново-абрикосовая. А, нет, все сложнее. Не выдержал. Сколько лет вы вот так боролись против нямик? Пять лет, пять лет мы пытались как-то вот существовать, я бы сказал. Иван, я знаю, что основная ваша претензия была то, что ребенка воспитывали няньки. Смотри, он все-таки за семейные, чтобы за бизнес. Для него семейные ценности очень важны. Видишь, какой для мужчины это не всегда бывает в главе угла, для него это важно. Она действительно вот хотела заниматься бизнесом, и впоследствии она стала очень удачной. А может быть, нянька была хорошая? Послушайте, многие довольны. Разные, она прям брала газету и находила нянек по газете. А вы прям ребенку видели, да? Я приезжаю с гастролей, да. Здесь какая-то одна тетя, значит, с ним занимается. Он плачет, я слышу дверь, открываю, он там рыдает. Потом я уезжаю на гастроли, приезжаю, другая какая-то тетя. И как вы эту проблему разрешили? Третья, четвертая. Я уже просто говорю, слушай, ну давай, хорош уже. Давай, ну хотя бы до трех лет. Ну ей просто не хотелось одной сидеть дома. Он, я же говорю, все время был на гастролях, поэтому, соответственно, ей было скучно с ребенком, и поэтому она решила... Я уже просто говорю, слушай, я ее понимаю. Начались какие-то ссоры, ей не нравилось. Все, во мне перестало все нравиться. Какие еще были темы для конфликтов? Ну вот все уже ее раздражало. Там зубы я почищу, какие-то брызги на зеркале. Вот ее целая история. Я брал тряпку, говорю, господи, даже две минуты убрать. Что за проблемы, да? Какие проблемы, да? Это уже все. Ну, значит, это уже нужно расходить. Да. Короче, занудила. Ну, в общем, пошли уже такие скандалы, и все это перерастало. Ребенок все время это видел. Маленький видел, он начинал плакать, меня это еще больше... Чья была инициатива? Кто первый заговорил о разводе? Ну, вообще, я просто собрался и ушел однажды. Я считаю домашнюю работу совершенно обыденной, нормальной, естественной. И пятна на зеркале меня не раздражают нисколько. Возьмешь тряпочку, все вытряну. Молча. Хорошо, ну развелись. А мальчишке ответственность же вы не переставали, да? Ну, мы его не делили, понимаете? То есть мы как-то так сразу определились, что мы будем помогать ему оба. И все. Сейчас сколько ему? 22. 22. А он живет с тещей, по-моему? Он жил всю жизнь на Кипре. Жил с моей тещей. Которую вы купили там дом? Ну, там как бы пополам у нас куплена квартира. А теща сейчас там осталась жить? Да, она там живет. Хорошо, а если у вас закрутятся сегодня отношения, вы как поэти будете с тещей жить в одном доме? Это ничего не... Ну, когда он жил там, Максим мой сын, я приезжал на его дни рождения, давал там концерты на Кипре и параллельно еще, значит... Он там не живет, поэтому, может быть, тещу уже вернуть можно или неудобно? Да пусть живет, дай бог ей здоровья. Так, Ванечка, минуточку. А как? Ну, смотри, там теща, как вы приезжаете? А, кстати, в той программе он тут очень яростно, активно приглашал нашу невесту на Кипр. Я там уже губ-то раскатала. Он по недвижимости у нас очень все хорошо. Хорошо. И квартира в центре. У нас квартира в центре, у меня большая дача, у меня квартира не только на Кипре. Ну, а там не вдулись тещи-то? У меня такой бизнес, который позволяет мне купить квартиру в любой стране. Чем больше я его слушаю, он мне нравится больше и больше. Хорошо. Хорошо, Иван, время идет, девчонки уже там прям все в боевой готовности, будут сейчас за вас бороться. Зачем вам жениться? Посмотрите, как у вас все мармеладное. Вы знаете, я вот... На кого пальцем покажется, она с вами и так пойдет для утех, для разных. Нет, я объясню просто. После второго развода я отдал за рог до 50 лет не жениться. А, а про второй-то я... Я выдержанный такой, коньяк выдержанный. Так что я готов отдать и тепло, и свой талант, и всю преданность той женщине, которую я вот сегодня пытаюсь... А деток, если она уже будет не детородного возраста, но будет восхитительно? Это совершенно меня не останавливает. Ради вас. Чем больше детей Господь дал, тем лучше. А если она не родит вам? Значит, будут у нас внуки общие. Какой вы золотой. Значит, у нас все будет все равно так. Я с огнему за это. И скажите, если у нее будут детки от предыдущих историй, да, вот как приятно будут детки от предыдущих историй, вас тоже это не смутит, да, Иван? Нет. Ой, какой молодец. Чем больше детей, внуков, тем лучше. Как приятно слышать то, что хочется слышать. Вот зрелый мужчина, зрелый мужчина и нас не унижает, потому что сегодня абсолютно возрастной геноцид. Ну, невозможно. Ну, что женщине после 30 делать? Почему она бы... Вы на себе-то, мужчина, посмотрите. Не разводиться, что делать? Не разводиться. А вот у меня вопрос. А вот в тот раз вы в шляпе сидели, сейчас в шляпе. Это что, у вас имидж такой? Или у вас там лысина, ее прикрываете? Значит, я совершенно не скрываю своей брутальности. Здесь аплодисменты, да? Я совершенно не скрываю своей брутальности. Мне так тоже хорошо. Да. Вот, но я похож бы так на Нагиева, поэтому я решил на Первый канал прийти в шляпу. Ну, он так молод, да? Так, моложе, да. Таланты дело хорошее, но мы не молодеем. К чему говорю? К тому, чтобы женщина была гибкая, готовая. В общем-то, потому что полюбить вас сложно, но возможно, не волнуйтесь. Алла, это же твой тип мужчин, ты же любишь лысых мужчин. Да, да. Лысый мужчина – это мой сексуальный типаж, который я очень люблю. Я считаю, что возраст дан человеку для того, чтобы он все-таки корректировал себя в течение жизни, работал над своими ошибками. Это здорово. Я понимаю, что все мои грехи из-за меня самой, все мои ляпы в жизни и в карьере – виновата в этом только я. Но мозг же для того, чтобы ты анализировал, и поэтому в этот брак я уже пришла, и я не выкомариваю. Это тоже я позволяла себе помолвать. Также и девочки сегодня придут и должны уже понимать, если вы хотите быть счастливой с Иваном. А он вам говорит, я вас смогу осчастливить, только мне хочется уюта в доме. Я хочу, чтобы у меня дома ждал больше котлетки. Будь внимательна, не нудите. Ну, это же легко, это же элементарно. Я не сомневаюсь, ты создашь ему этот уют. Ты сделаешь все, как надо. Я вам желаю женщину достаточно бойкую, умеющую отставить свое мнение и одновременно очень заботливую. Потому что вам, с одной стороны, действительно нужны от женщины, ну, не то чтобы хозяйственные функции, а скорее заботящиеся. Она должна быть родственницей чуть-чуть для вас. С другой стороны, она должна быть самоценной. Все вместе объединяется, только если человек вас действительно полюбит. Ну да, и вам просто нужна домохозяйка, которая будет сидеть дома и... Да, да. После рекламы у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай пожениться» у нас в студии Иван. Идите, знакомьтесь с первой невестой. Удачи! Здравствуйте, Иван. Меня зовут Алла. И я приехала за вас бороться. В прошлой программе вы сказали, что сделаете для своей женщины все и будете носить ее на руках. Я не очень много вешаю. Носите на руках меня. Спасибо. Спасибо. Проходите. Вот как раз ему невеста. Они подходят друг к другу. Они подходят, да. Ну, давайте еще на вас посмотрим на экране, узнаем вас получше. Алла, 42 года. Заместитель директора по воспитательной работе в детском доме. Гордится тем, что может найти общий язык с детьми, а также тем, что одна вырастила дочь. Алла всегда приходит на помощь людям. Любит давать советы. Алла дважды пыталась обрести счастье с творческими мужчинами. Первый выпивал и поднимал на нее руку. Второй возлюбленный постоянно ей изменял. Алла надеется, что Иван окажется серьезным. Профессия работы не может не влиять на формирование характера, в том числе человека. А как вы считаете, вы давно работаете в детском доме? В детском доме я работаю 12 лет, но до этого я работала 10 лет в коррекционной школе. То есть я всю жизнь с детьми. Ну, значит, очень терпеливая в детском доме. Сердечно и терпеливая работаю. И добрая, получается, что раз умеет находить с детьми. Это повлияло на ваш характер? Да. Вот повлияло. Я просто знаю, что такое я училась и жила, у меня мама учительница, и жила в районе, где все учителя. Я просто знаю, какие вы в быту, какие в семье. Вот этот вот дом и менторский тон, а поучать, делать замечания в семье? Нет, у меня громкий голос, но я никогда не поучаю, не делаю замечания. Я очень домашний и душевный человек. Потому что я все время говорю, выключи учительницу, отключай учительницу дома, невозможно. Я тоже так же говорю своим близким, если на дне рождения, там, за столом, я начинаю комментировать, мне говорят, потише, потише. Аллочка, знаете, я вам честно хочу сказать, все, что я терпеть не могла в маме, то, что меня выбешивало с детства, просто до истерики. Я сейчас смотрю, думаю, боже мой, это же я, я просто абсолютная мама. Вот по сто раз стал дычать одно и то же. Нет, повтори. Нет, а я не услышала, что я сказала. Что я понимаю? А вот теперь выйди и зайди, пожалуйста, сначала. Снова, только вот уже с другим настроением. А я не поняла. Нет, повтори. Понимаешь, это уже как цвет глаз. Все, это впиталось в вас. Но с Иваном это не пройдет точно. Больше всего, по-моему, Иван, помните историю с зеркалом, да, и с зубной пастой? Вот поэтому либо вы должны будете в себе это подавить, если у вас все сложится, а вы уже девушка большенькая. Да. Да? Просто помните и все время прикусывайте себе язык. Ну, она ему подходит. Мне тоже кажется. Вот у них очень замечательная пара. Вот смотрите, вы первого своего мужа увидели во сне. Я первого своего мужа увидела во сне, мы еще не были знакомы. И вы прям подошли к нему и сказали, ты станешь моим мужем. Да, и при встрече, когда произошло именно так, как я видела это во сне. Девчонки, кто не замужем, на вооружение берем, ладно? Ой, да ладно. Это правда очень хорошая проблема. Мне даже не надо было разгадывать этот сон, что он означает, потому что произошло прям с точностью до миллиметра. И там 50 на 50. Либо его как ветром сдует, либо он правда, если внушаемый человек, будет с вами. А что вы теряете-то? Или просто присмотрится хотя бы, да? И при первой же встрече, когда эта ситуация произошла, я сказала ему, что ты знаешь, я выйду за тебя замуж, потому что я тебя видела во сне. Это мне напоминает какую-то историю, вот какой-то актрисы тоже, она, когда он ее провожал домой, и она повернулась и сказала о том, что вот в уме она сказала, ты будешь моим мужем, и у нас все с тобой сложится. Вот так было. Уже слышали мы такую историю. Как скоро он стал пить? У нас первоначально были очень хорошие отношения, мы два года практически вообще не ругались с ним даже. А ладиток родили в этом браке? Да, у меня от первого брака, вот от моего законного брака, дочь, 22 года. Она выбилась из-под моего крыла, она самостоятельно. А второй муж? Второй муж у меня был гражданский брак. Это был его друг, моего первого мужа. То есть пока мы жили совместно в браке, и тот человек был женат, мы дружили, общались. Вот, и когда наши семьи распались, вот, я увидела его во сне, и после этого... Тоже подошли и сказали? Нет, нет, он пришел сам. Вот, и мы как-то взглянули... Улья тебя видела во сне. Нет, я его видела, как он придет ко мне во сне, вот, я видела во сне, как он ко мне придет. Алла, и родился ребенок во втором браке? Нет, у меня один ребенок, одна дочь. А со вторым творческим что? А второй творческий человек, ну, начал мне изменять. У него начали появляться музы, длинноногие, голубоглазые музы. Мало того, он не особо старался скрыть? Да, он не особо старался скрыть, и я знаю, что многие мужчины, наверное, так по жизни заводят себе... Ну, он ведь еще и хотел у вас понимание вызвать, просто говорил, Алусик, ну, понимаешь, ну, вот такая вот ерунда, ну, нужна нам без нее никак. Ну, видишь, у нее с творческими, и он тоже творческий. Они были неудачные. У меня не творческий, у меня строитель. И был удачный подход к построению семейной жизни. Вы знаете, когда людям уже за 40, нужно понимать, что, вступая в брак, ты идешь на большие компромиссы, большие и маленькие. И если вы хотите счастья, то нужно себе прикусить язык, и все время, практически, все время говорят, да, дорогой, да, любимый, как скажешь, милый, я об этом только и мечтала, и не важно, что у вас там в головке. Но есть какие-то принципиальные моменты, когда вы лучше на расстрел пойдете. Вы скажете, нет, милая, вот это уже в следующем твоем браке. Вот с чем не будете мириться? Мои бывшие мужья не одобряли большое количество моих друзей и знакомых. Вот, я очень добрый человек, люблю помогать людям, и многие, конечно... А материально тоже помогаете? Ну, в основном, не материально, а морально, в основном, поддерживаю морально, какими-то советами, какими-то... Поедете ночью куда-то, если бы домой. Да, могу и поехать ночью, могу за человека сделать какую-то работу, помочь, вот. Это у меня такая подруга есть, Жанна, которая говорит, ну, что я сделаю? Мой новый друг не одобряет, не понимает моих знакомых, друзей, которые мне пишут, и все знакомые мужчины. Вот если посадят меня в такую клетку, то есть не разрешат общаться с своими друзьями, с близкими людьми. У нас очень тесные отношения в семье, вот с мамой, с сестрой, с родственниками. Вот я, конечно, хочу, чтобы общаться с ними. В Москву переедем? Вы знаете, меня в моем городе практически вообще ничего не держат. Ну как, а работа? Ну, я думаю, я могу устроиться и в Москве. А прописывать будем? Кстати, с брачным контрактом как? Вы понимаете, Леонид Дмитриевич, это мой друг и адвокат. Адвокат. Так что вот эти вопросы я с вами решать буду. Будем составлять. Обязательно. Я к брачным контрактам совершенно положительно отношусь. Даже для меня, что смена религии, да, то ли быть христианкой, что мусульманкой, это единый Бог. То же самое, что если человеку так удобно со мной, пожалуйста. Вы согласны подписать брачный контракт? Я согласна подписать брачный договор. В принципе, у меня в жизни все есть. У меня есть своя квартира. То есть придете со своим и уйдете со своим? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы мужчина женщине что-то дарил, что-то для нее делал. А что вам нужно дарить? Вот я вижу, вы золото любите. Люблю золото, да. Больше другой металл не ношу, ни бижутерию не ношу, только золото ношу. Вы знаете, вот мне никогда в жизни мужчины ничего не дарили. Я никогда не... Я не умею просить. Значит, не умеешь зарабатывать, чтобы дарили. Надо же делать поступки, которые могут вызвать у мужчины такое желание сделать тебе подарки. Это подарок. Покажите сюрприз. У меня есть для вас подарок. Вот такие часы. На этих часах наши с вами фотографии, но сейчас они находятся порознью, так как и мы с вами на двух сторонах стола. А где, Найк, нашла эти фотографии? Интересно. А, в интернете, наверное, нашла, да. Там же он был, вот в белом костюме. Эти часы, если вы выберете меня, начнут отсчет нашего совместного счастливого времени, и на этих фотографиях мы уже с вами будем вместе. Спасибо. Спасибо. Вообще, часы, как и фотографии, дарить плохая примета. Да, нельзя дарить. Проходите, девочки, в свою комнату. Спасибо вам. Ну как, девочки, я, наверное, очень волновалась, да? Я волновалась немножечко, но это не страшно. Заикалась. Не страшно. Как невеста? Как человек, невеста просто вот замечательная. У нее хорошая работа, работа с детьми. Перед этим можно только вот преклоняться. Вот. Милая, интересная, видно, добрая. Видите ее рядом с Иваном? Ну вот вопрос, как они смогут ли быть с Иваном. Потому что... Что смущает? Ивану нужна женщина, девушка, да, женщина, которая... Похожая по темпераменту, как минимум. Конечно, активная, которая сможет и на мотоцикл сесть, и на охоту пойти. Какой ей мотоцикл? Она концы с концами всю жизнь. Одна дитё поднимала. Мне пришлось стать трудоголиком. По натуре я домохозяйка. Конечно, конечно. Жизнь такая. Жизнь заставила. Пусть Иван ходит с вами на охоту, на рыбалку. Хорошо? У нее бабьих дел будет по дому, какой бы он богатый не был. По самой не горюй. Ладно, пусть она дома что-то делает. Ну, тут уже Иван выберет. Хорошо. Леонид, как вам? Я считаю, что этот человек сто процентов не для Ивана. Не Ивана? Почему? Она говорит, что она хочет привнести с собой в брак. Она хочет привнести с собой в брак отношения с другими людьми. Причем без ограничений этих отношений. Ну, просто он тебя не знает. Он неправильно понял. Он неправильно понял. Есть женщина, которая разговаривает с позицией сытой жизни, а есть с ней очень. У Аллы не было ни счастья, ни мужчины, который бы за нее отвечал. Поэтому что есть, то есть. Для нее абсолютно неведом тот мир, который предлагает Иван. Мне тоже трудно представить, как вы с ней будете существовать. Вот и все. Это два разных мира. Аллочка, безусловно, достойна самого большого счастья. Но мне трудно вас представить в паре. Но это наше мнение. А вам как, Иван? По-моему, вот она рвется найти такого богатого, скорее спонсора, понимаете? Причем, который бы воспринял ее со всеми друзьями. Еще, чтобы он спонсировал все вот ее бесконечные вот эти загулы с друзьями и все. Нет, Иван, может быть, она просто, знаете, не подумала, ляпнула. Мне кажется, что... Хотя не похоже. Я вообще не ожидала такой реакции его. Почему-то он меня воспринял как загульную вот женщину с большими, в больших компаниями. То, что придется тратиться на твои загулы, это... Я всю жизнь работаю, я всю жизнь работаю, 17 лет сама зарабатываю. Мне не показалось, что она именно окружена друзьями и что они активно включены в ее жизнь. Вы точно ее не так услышали. Она просто сказала на наш прямой вопрос, ответила, что она в свою жизнь хочет, в своей жизни хочет оставить и никогда не откажется, например, от общения с мамой, что вполне закономерно и правильно, от общения с друзьями. Потому что они ее до 40 лет сопровождали, а не вот эти полумифические ее мужья. Не заботу. Конечно, вот человек сразу понял. Действительно, с точки зрения динамики и темперамента, это не та активная, раскрепощенная бойка, наверное, которую вы ожидали бы увидеть. Но все иное мне показалось не совсем верной оценкой с вашей стороны. Я вот вижу тут некоторую слепоту вашу, Иван. В общем, она меня не цепанула, знаете, как говорят мужики, она меня не цепанула. Ну, просто не цепанула. Ну, просто не цепанула, и все, да. Ну, у каждого человека свой типаж, свой. Да, да. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом. А пока реклама. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии «Ван». Встречается вторая невеста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Я обратила внимание, что вы любите носить шляпы, и поэтому подыскала для вас головной убор, который будет напоминать о нашем знакомстве. Прошу. А это вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что Иван найдет подход к ее детям. Вам 36, вы овдовели 31? Да, я овдовела. А что за трагедия? Муж очень много работал, он строитель, у него была крупная строительная компания, он достаточно известный человек у нас в Уфе был. Но за здоровье мужчины, как всегда, не следят, а женщины они вообще не слушают. Потому что у него аневризма, разрыв вены в голове, и это было все моментально. Вы были счастливы в браке? Очень. Поэтому родили, да, двоих детей? Конечно. Какая разница у девочек? Старше 15, а младше 9-6. И вы все это время воспитываете их одна? Конечно. А почему одна из дочерей была против вашего замужества? Ну, потому что, нет, не замужество, там было просто знакомство, он был моложе меня. На много? На 3 года. Ну, это для ребенка не так очевидно. Ну, еще плюс ко всему, не только дочь была против. То есть я видела, там очень ревнивый был человек. То есть там, во-первых, моя статусность, я достаточно самодостаточный человек, а он как бы из простых, да. И вот эта вот контрастность, она всегда с кем ты разговариваешь, почему ты ему улыбаешься, почему ты его так назвала. То есть как бы, если бы он был хотя бы на уровне. Ну, в принципе, не видели с ним будущего, это не только проблема, да, с дочкой? Ну, я надеялась, что оно, может быть, я ему помогу подняться, вот, и мы в одном... Правильно рассуждаете, все как-то правильно говорите. С одной стороны, конечно, хотелось бы для вас счастья, с другой стороны, хорошо, что не поменяли дочку на штаны. Но вы ведь приехали бороться из Уфы специально за Ивана. А чем он вам так понравился? Я увидела передачу с Иваном. И когда он сидел в комнате жениха, то есть у него было все, он был настолько настоящий, искренний. То есть когда он произносил о том, что он хочет семью, то, что он хочет уюта, это все стопроцентно то, что было в моей жизни, и как бы я ее хотела дальше видеть. То есть, естественно, родить еще детей, естественно, чтобы мы были крепче. Здорово. Ирочка, скажите, ваше материальное состояние пошатнулось со смертью мужа, или вы очень стойко вынесли? Очень стойко вынесли. И процветаете? Ну, не процветаю, но и не нуждаюсь вообще. Но вы дело мужа подхватили или у вас собственное? Нет, нет, конечно. У меня было свое, я в его дело просто даже не имела права вмешиваться, потому что, ну, так мы решили, и так я сама хотела, чтобы у него свое, у меня свое. То есть у вас у самой все хорошо. Все замечательно. Кроме дома на море. Вот я считаю, что браки должны быть равны. Да, господин адвокат? Ну, смотрите, мы же с вами слышали вначале печальную историю Ивана по второму браку с бизнес-леди. И загонилось все это очень плохо, при том, что там был его собственный ребенок. Так в связи с этим напрашивается вопрос, согласны ли вы посвятить свою жизнь Ивану и перестать, там, работать с утра гонки? Нет, я себя вообще к бизнес-леди не отношу. Мне кажется, ему самому будет скучно с такой женщиной, которая будет целый день сидеть дома, ничем не интересоваться. Посмотрите, как хитро устроены наши мужчины. Если у нее ничего нет, она претендует на мои деньги. Если у нее есть бизнес, черт возьми, она бизнес-леди, она не будет уделять мне достаточно внимания. Какая нужна такая? И получается абсолютнейший тупик, в который вы сами себя загнали к своему 51 году. Нет, существует ситуация у женщин, значит, все мое мое, а все твое наше, понимаете? А как по-другому сказать? Я хочу, чтобы все было наше, чтобы все было наше. И мое тоже ваше. И твое наше, и мое наше. Я думаю, нет, у тебя спасибо. И проблемы, и проблемы, существующие финансовые, мы решаем вместе. И в горе, и в радость. Не то, что я там пашу, а ты лежишь нога на ногу и в потолок плюешь, да? Ты что-то делаешь тогда по дому, по хозяйству, раз ты не работаешь. Ты растишь наших внуков, детей. Правильно, Иван, говорите от своего сердца. Но все наше, и проблемы, и в радости, как говорится. Молодец. А ты не думай о разводе, и живи просто не одним днем, а до конца жизни, вот и все. А если думать о том, что завтра я разведусь и заберу, он мне подарок, он мне подарок, Ира. И в горе, и в горе, мы вместе, решаем все проблемы. Татарская кровь, у нас так никогда не будет. Мужской это наша, а наша это наша. Нет, я наполовину татарка, поэтому с этим все нормально. Я татарская подружка одна, нельзя. Зато мы не бедствуем, не бедствуем. Потому что так, как Иван говорит, так правильно. Послушайте, давайте уже из мужчин не будем делать дураков, ладно? И давайте уже перестанем их припахивать вот так. Но это гнусно. Мужчины, откуда берутся заначки, откуда берутся потом любые, откуда берутся щита параллельные? Потому что он видит, а нафига я буду вот так пахать на ее, на ее маму, на ее родственников? Сейчас же видишь ли, лишь бы выйти за богателем. Ну в том-то и дело, да, сейчас многие метят в то, что выйти замуж, сидеть дома. Ну подумаешь, закрой бизнес, ну и нафиг мне этот бизнес, зачем он мне нужен? Покажите сюрприз. Сюрприз я хочу предложить посмотреть вместе, потому что мы приготовили своим племянникам. Здравствуйте, друзья. Этот трюк будет максимально чистым для вас и для Ивана и Ирины. Я вас прошу, проверьте веревки. Проверяйте. Это наши узы. Да, они символизируют нити судьбы, которые, ну а что бы то ни было, переплетутся. Все? Угу. Крепко? Крепко. Никакого участия в самом сюрпризе она не принимает. Она не понимает, как поддержать веревки. Опять же показываю, они никак не сцеплены между собой. Закрываем. Берем нашу волшебную палочку. Давайте ее покрепче сцепим. И вас прошу, возьмитесь за концы. Ну, фокусник в фокусник, что я... Сейчас они переплетутся. Теперь вытащим. Стукнем в разочек. Опускаем. И тихонечко тяните друг на друга. Все на себя. Отлично. Никак? Показываем. Теперь вы повязаны. Молодец. Как все здорово. Идите в комнату. Как виновались, конечно. Но ты молодец. Все сказала. Такая умница. Нет, у меня не молодец. Он меня поддержал, конечно. Слушаю вас. Очень приятное впечатление произвела. Опять же, ничего не могу сказать, что мне что-то не понравилось. Наоборот, только положительные эмоции. Леонид, а ваш опыт что подсказывает? Уж вы-то, наверное, в своем веку посмотрелись на хитрюшек. Я, знаете, хочу вернуться к истории с брачным контрактом. Суть брачного контракта заключается в том, что она обязывает мужчину в браке обеспечить женщине жизнь не ниже уровня, чем она имела у родителей. Там есть вливание от денег мужа. Значит, Ваня туда придет, и ему сразу нужно взять ту планку, которая непонятно, да, можно ли ее взять. А можно об этом совершенно не задумываться? Можно заниматься самообманом. Да, вот почему обязательно нужно какую-то планку брать? На чувствах никак. Нельзя замуж выходить за мужчину ниже ранга, потому что она, ну, во-первых, унижает мужчину. По-моему, это не та ситуация. И Ирина, мне кажется, абсолютно в этом смысле пары. И абсолютно ровня. Поэтому я не понимаю, к чему эти лирические сейчас отступления. У нее уровень дохода на сегодняшний день и обеспеченности намного выше, чем у Ивана. И что? У них московская оценка бизнеса. Нет, они, наоборот, нашу завыселили. Они думают, что мы с тобой... Я и говорю, у них московская оценка этого бизнеса. А мы все-таки живем в провинции, у нас немножко другие доходы. А я считаю, что Ирина голодна. Нельзя замуж голодной выходить. Это как в магазин нельзя голодной ходить. Возьмешь первое, что попало под руку, утолить голод. Утолила, потом все, голодная. Пять лет. Да если я в ее глаза смотрю, сейчас бы лишь бы абы за кого пойти. Лишь бы абы за кого. Как будто бы Ваня и лишь бы абы за кого. Да. Ну не совсем худшего, собственно. Да какая глупость. Я так думаю, она в Уфе у себя первая невеста в списках. Уж точно она, по-моему... Борис, Уфа второй город после Казани в качестве саватостаг моей дочери. Поэтому фото я прочесала вдоль и поперек. Всех я там знаю. Ничего подобного. У таких вот невест, как Ирина, очередь не стоит. Особенно слово голодная мне прям очень понравилось. Правда, непонятно в каком смысле. Я просто не размениваюсь по пустякам. Почему голодная? У Ирины от нее исходит просто ощущение женщины в полном довольствии и удовлетворенности жизнью. Поэтому, Ирочка, не надо бы. И возраст у нас уже, извините, зачем вам потом всякие болячки лечить и так далее. Помоложе искать нужно. В конце концов, чушь прям в этом замуж. Совсем скоро жениху предстоит третье свидание. После рекламы Смотрина продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». Иван, встречайте третью невесту. Здравствуйте, Иван. Сегодня мы с вами оба в шляпах. Давайте познакомимся. Меня зовут Ирина. Меня и вам. Спасибо. Спасибо. Проходите. Ищи Ирина. А это шляпа. Я думала, цветочек. Давайте на вас, красавица, посмотрим. Спасибо. 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 Ирина вышла замуж за военного, который служил в горячей точке. Через год развелась, когда муж ее чуть не задушил. Надеется, что с Иваном у нее все получится. Маниачур с икрой. Вы знаете, это привет с Дона, поэтому я так думаю, что... Для вас это будет очень приятно. Это просто... Красота, да. Какая Лариса истинная. Как она действительно любит людей, которые любят в итоге. Когда вы говорили про супружеский долг, что вы имели в виду? Приносить вам зарплату, не знаю, там, подавать кофе утром в постель или то, о чем я думаю. А вот что, о чем говорит Роза? Просто пружеский долг. А что? Ну, я не произнесла это слово. В нашем возрасте, а Ирина же нам 39, да? А Ирина ставит вопрос так, что обязательное. А ты что, действительно, что деньги-то? Я думаю, что вот как раз она-то вряд ли будет. Не нужна ему никакая забота, а нужна вот такая легкомысленность. Да, может быть. Деньги, секс. А как вы думали? Собственно, как говорится, ну это жизнь. Хорошо, скажите мне, дорогая, вы были замужем по любви, да? Да, мы были замужем, я была замужем по любви, действительно, я любила этого человека. Мы познакомились в ресторане, где я пела. По сколько вам было лет? По 27, мне было 27, ему было 24 года. 24 года. Он был на 3 года моложе, и, в общем-то, неделя осталась до Нового года, когда ему нужно было уезжать. Он только-только приехал из Чечни, поскольку он там служил несколько лет уже после института, после своих учений. Ну, в общем, вы поженились, был на любви. В общем, неделю, да, мы буквально вот только были знакомы потом, два месяца телефоны, переписки вот эти все. И после этого, когда он приехал уже увольняться из армии, ну, как бы, ну, оставайся, ну, оставайся, чего уж там. Ну, любовь, морковь, я понимаю, все это было прекрасно, все это было замечательно. А после всего этого я не понимала, что это такое, когда у человека вот нервы вспыхивают, или какие-то вот необоснованные такие, какие-то конфликты происходят. Я даже не... Без алкоголя, без наркотиков. Да, без алкоголя, без наркотиков. Руку поднимал на вас, да? Он не поднимал, но в один прекрасный момент это случилось. То есть он меня вот как чуть не задушил. То есть гнев на ровном месте не из-за чего? Да, да, только потом, потом уже я узнала. Вы понимаете, что он перешел с войны, да? Конечно, но это потом я узнала. Ну, конечно, если военный и служебный, у него каждый момент он вспыльчивый. Ей вообще нужно быть шелкой и выходить по плинтусам. Понимаете, так получилось, что тоже на ровном месте скандал, и он как бы подошел ко мне и говорит, я сейчас задушу и тебя, и мать твою. Вот. И я не знаю, каким образом до сих пор мало... Он душил, не душил? Душил. Мама набросился. Мама вспоминает это с ужасом, она говорит, да. Я говорю, если ты сейчас не бросишь, значит, тогда... Наверное, в чем-то она сама виновата, что такая ситуация сложилась. Ну, не знаю. Ну, иногда становишься заложником обстоятельств. А вот самореализовались вы как? Ну, я заканчивала институт, и я училась постоянно. А какие профессии у вас в институте? Специализация какая? Специализация у меня... Я старший джазовый вокалист, первая, вторая у меня режиссер, третья у меня юрист. Скажите, вам, Иван, ближе женщина, с которой у вас схожа профессия? То есть вы друг друга будете понимать и можете совместно что-то такое придумать? Или вам хотелось бы вот совсем не из ваших? Скажите, мне ближе, наверное, будет женщина, которую я буду понимать, а она меня будет понимать. Мне не важно, сколько лет женщине, чем она занимается, сколько у нее детей. Мне важно совершенно другое. Мне важно, мой человек, цепляет меня этот человек или не цепляет? А вот чтобы проверить, зацепит вас Ирина или нет, давайте на сюрприз посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Вообще, я очень люблю эту песню, мне очень нравится. Поет девочка шикарно, молодец, голос замечательный. АПЛОДИСМЕНТЫ А может быть, она тоже ищет себе продюсера? У него ведь свое агентство. АПЛОДИСМЕНТЫ На паспи, на паспи! Влад, как вам? Мне кажется, ей Иван, как муж, совершенно не нужен. Ей вообще, мне кажется, на данный момент муж не нужен. Вот ты как раз под стать мне жених. Мне кажется, вот такое чувство, что пришла Наташа Королева с мамой. Вот мне так показалось. Вот они лучшие подружки, и они будут все время долго вместе. Нет, абсолютно. Мне-то просто мама единственный человек, по-моему, который будет терпеть Ирину с ее тяжеленным железобетонным характером. Мне кажется, лучше бы она пришла, например, с подружкой. А у меня своя жизнь, вот и все. И то, что мне некого было взять, это просто у меня нет подруг, и все. Я знаю, что в творческой профессии просто не может быть подруг. Про Ирину, наверное, лучше скажет Леонид, постарше по опыте, и что он увидел. Ну, вы знаете, из всех троих, да, по психотипу, конечно, подходит Ирина. Ну, естественно, моложе, стройнее, веселее. И самое главное, в ней есть, да, зажигалка, которая в том числе, там, нужна человеку в письме. Ой, мужчины, как вы родились слепыми котятами. Вот так вам с последним стуком гвоздя вы так ничего не видите. Как только перед вами молодое, стройное. Мне показалось, что Ирина не просто так, 39 лет одна. Конечно. Не просто так. Мне показалось, что у нее характер тяжелый, с ней договориться непросто. Она себя характеризует как модную, веселую, сексуальную красотку. Она не веселая. А сексуальная, это не в том же, что ты будешь сидеть и делать, и говорить, что мне нужно обязательно с утра до ночи. Дело не в этом. Вот для меня сексуальная Ирина, которая сидела спокойно, ни одного суетного поворота головы. Понимаете, есть темперамент, а есть истеричность. Мама, жених, мне не нравится. Я даже не знаю, что делать. Вот я честно вам скажу. А вам Роза сейчас скажет, что делать. Да, вот как-то вы мне подскажите. Роза, что за мужики? Вот какие они сутки? Вот как-то я... Я считаю, что я вообще не понимаю, почему вы так на Ирочку. Не с мамой же жить в конце концов будете. Ира, мне кажется, нормально. Секс, пожалуйста, с нерваком. Петь, пожалуйста. Завтрак там тоже, пожалуйста. Все внимание на вас. И что, мам тоже, как говорится, мы не вечные. И что, не мешает. Женщина, которая за, и у нее нет детей, ребята. Это формирует совершенно другой характер. Ларис, ему же не надо общую реальность строить. Нам сейчас Василиса расскажет. Кроме всего, что было перечислено, очень много вопросов, которые даже не имело задавать смысла. Потому что ответ на них и так очевиден. Почему в 27 лет уже в осмысленном возрасте скоропалительный за неделю брак? Почему с 27 лет в течение 12 лет ни одного романа не было описано как происходящее? Вы как все прям расскажете все романы. На самом деле все непросто. Почему дважды одежда с крупным горохом? На фотографиях белая юбка с черным горошком. Ну, это может быть, спроси ее имидж, ее стиль. Может быть, соглашусь. Но вообще говоря, психологически, вот именно крупный горох, когда крупные кружки в качестве узора выступают на одежде, это обычно говорит о необузданной активности натуры. Ну, я активно не говорю ни о чем. Активно в плане жизни. И не очень уживчивая, и с достаточно упорным и упертым характером девушка. И сложная, не понимая своего настоящего направления, потому что очень много воды в гороскопе. В общем, много всего понамешано. Мне кажется, вам не хватит оставшихся лет жизни, чтобы разобраться. А Иван сделает ход конем и не выберет никого. Никого, да. Все может быть, все может быть. Влад и Леонид нелегко, я думаю, будет сегодня выбрать, потому что все женщины восхитительные. Ирина из второй комнаты, мне кажется, 100% подходит Ивану. Мне кажется, это вариант Ивана. Конечно, если с кем-то выходить, то с ней. Вот я что хочу сказать, приедается все. И красота, и фигура, и умение прекрасно петь. Но ты должен просыпаться и знать, что этот человек будет с тобой всегда. Ирина своей жизнью доказала. То, что, во-первых, она не сломалась, оставшись с двумя детьми. Вот говорят женщины пленительные. Вот она сидела какая-то вся располагающая, светлая, красивая. И абсолютно нуль суеты. Поэтому, боже мой, да если вы сегодня Иван с ней не выйдете, то что будет шквал отзывов по поводу Ирины. Если он к нам зайдет, ты видишь, выпорхну на крыльях. Я считаю, что вторая Ирина из третьего домика больше подходит. Напомню опять о нашем возрасте. Мы с вами ровесники. Нам нужна женщина для радости. Вот мне тоже мужчина для радости. И вам, женщина для радости. У которой проблем поменьше. Поэтому живите и радуйтесь. И бейтесь в страстях. У Романа два кармана, у Романихи один. Роман ходит по базару, а Романиха за ним. Значит, он будет где-то мотаться, а ты за ним будешь, да? Иван, вы взрослый человек, опытный, знаете, к кому идти. В любом случае мы вас поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4-4-ки. Алекс, 32 года, номер 2305. Работает в зарубежном модельном агентстве. Признается, что он страстный любитель путешествий и много времени проводит на море. Надеется встретить ту единственную, которая станет его верной спутницей и в России, и за ее пределами. Валерия, 21 год, номер 2307. Студентка, будущий социолог, поклонница французского и испанского кинематографа. Посещает выставки современного искусства. Мечтает видеть рядом с собой настоящего мужчину, мудрого, внимательного и щедрого. Мы не знаем, выйдет Иван, один или снова избранница. Я приглашаю всех выйти и поддержать Ивана. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, вы засомневались во мне? Сегодня у нас есть пара Иван и Ирина. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился тот из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс-сереним Героя на номер 4-4. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, оживимся. Идать. АПЛОДИСМЕНТЫ Скакать из одной кровати в другой – это тоже не опыт. Ну, по паспорту я, конечно же, Александр, но с детства все-таки звали меня Али. Да, вот он мне точно нравится. Я хочу к нему присмотреться. Вы как Снегурочка ведете себя, у вас абсолютно целлофановый взгляд. Внимание, мы не на свидание, мы на встрече. Ему нужна женщина зрелая, которая уже понимает, что настоявшееся вино, хорошее, зрелое – это гуд. Мы лежим, и над нами мчат года, мы летим, и под нами города. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ